вечер добрый дорогие друзья сегодня мы поговорим о сектанстве о сектанстве в все что связано с этим именно некоторые вопросы по отвечаем почему некоторые инославные признают крест некоторые нет некоторые крестятся некоторые крестятся почему есть храм и нет храм об этом мы поговорим с отцом евгением который сейчас ждет чтобы он подсоединился вообще такой тяжелый день был на самом деле очень тяжелый если бы уже не не было договоренности не было с отцом и генеем даже на эфир бы не пошел вот реально такой день перезагруженный ну и думаю эфир будет достаточно интересная просто напишите слышно видно плюсики если хорошо меня тут кот просто замучил он влюбился в квадрясник и просто не дает мне спокойствие иди сюда я теле бачка подсоединяется и мы начнем общаться бачка дорогой приветствую приветствую всех братья и сестры отец константин пресса дорогой все хорошо слышно от меня даже все хорошо слава богу ну с божьей помощью пообщаемся отвечаем на вопросы у нас вечер добрый яна поплавская замечательная актеристы театра и кино бачка у нас тобой сегодня интересная такая тема на самом деле который зачастую всплывает это инославные или в простонародье сектан сектант вы ситуующие или сектанты на фоне их конечно очень православные люди зачастую заблуждаются зачастую неправильную или искаженную информацию получают и потом не знать как правильно себя вести или как правильно поступать ну хотя бы один из самых распространенных моментов это в том числе их деятельность в интернете которые они ведут и потом нам с тобой в том числе пишут к так или не так а я почитал это или нет а как вот мне последнее время что-то вот именно откуда это пошло не знаю но что у адама была еще одна какая-то жена потом ну естественно смешно опять-таки даже священном писании как такового нету если мы основываемся на не апокрифический евангелие сказочно именно на канонистике которые признаны все церковью в том числе о кресте что некоторые крест признают некоторые нет вот давай мы хотя бы на некоторые вопросы вот эти начнем отвечать о кресте вот каких-то основополагающих моментах а потом уже и поотвечаем на вопросы подписчиков хорошо бачка на кресте допустим вообще давай изначально что такое сектанство почему это духовном плане на самом деле опасно ну все-таки знаешь мне кажется то что все таки сектантство это состояние души вот потому что как бы я скажу что и среди людей которые себя называют православными среди них тоже немало таких людей которые подходят под понятие сектантов это мы еще вернемся времена иисуса христа ну иисус был иудеем иудаизм это была истинная религия истинного бога но мы знаем что и в иудаизме тоже было немало сектантов эти же фарисеи саддуки и так далее поэтому если проецировать на сегодняшние дни наши на сегодняшний день тоже немало людей я как бы не буду говорить и не хочу говорить о том что если человек принадлежит там какой-то другой динаминации то его там обзывать сектантом и так далее я скажу что он вне истине он вне истины вот это дочь но мы же элементарно опираемся на словарь и секта переводится как отсколок как часть часть от целого то есть если брать глобально это же человек который лишил себя целого как-то лишь истины поэтому с одной стороны если мы говорим по факту сектант это человек ну с какой-то мере немощный то есть он когда ты допустим вышел из дома отца и матери и пытаясь означать с нуля это тяжело это много ошибок много проступках также может быть и сектант он вышел из любви истинной церкви и пытается медом то проб и ошибок сделать свое но не факт что это правильно есть и дипломатично да и на славный ну да давай как-то определимся в принципе я не говорю что они все плохие естественно но мы знаем много примеров и случаев когда этот порой крайне не православный хотя с тобой соглашусь и в православии есть определенный религиозный фанатизм но зачастую у них он больше когда доходят до вас особенно харизматики до таких там просто беснований на такие басна в которых они дух святой сошел и ведь я как-то пошел на такое собрание вот когда у них дух сосходил они на разных языках говорили я говорю хорошо я знаю фразу допустим или очень наш по греции да к примеру я грубот я по-гречески вам скажу вот это правильно я говорю и говорю очень аж это вообще что-то вы не то несете а каких мы разных языкам беря каком срождение благодати святого духа если там явно и все таки скажу как бы это все таки люди сейчас смотрят нас вот и обращаясь братьям и сестрам кто нас смотрит конечно да вот если мы возьмем чисто там начнем там со словарем ходить технически да технически да отец константин все абсолютно верно сказал я ни с чем не поспорю но вот с точки зрения экономии то есть с точки зрения так скажем если церковь если миссионер идет навстречу к людям которые находятся в этой сетке то все таки я скажу что вот сектанство это состояние духа человека как больше даже потому что сектанство но распространяется абсолютно на всей религии вот как бы вот и я скажу что среди там различных конфессий есть немало людей искренне верующих которые заблуждаются да они заблуждаются да они не в церкви да они не в доме божьем но они искренне заблуждаются они искренне верят в то что им когда-то проповедано было какими-то миссионерами не нами нам минус вот кем-то другим кто-то кто-то зашел на нашу ниву там где он не сел а он начал там пожимать вот поэтому если мы встречаем людей которые относятся к другим каким-то конфессиям там толком различным или к тоталитарным сектам если вот с точки зрения конституции российской федерации там есть список экстремистских организаций список тоталитарных сект есть тоже у нас на сайте министерства юстиции по моему если я не ошибаюсь вот и когда мы встречаем таких людей мы должны к ним относиться не как сектантам если бы апостол павел пошел допустим там коринфянам проповедовать куда сказал вы сектанты ребята вы на самом деле вы там неправильно верите то я думаю что вряд ли бы у него удалось бы проповедь но мы мы должны идти как апостола а апостолы кто они были они сказали мы рабы ничего не значащие вот поэтому вот именно с точки зрения такой именно мы должны подходить к этим людям как к слабым людям вере и мы должны преклоняться перед их слабостью я не говорю о том мы не должны сами эту слабость воспроизводить своих действий но мы должны преклониться перед их немощи перед их слабостью и как немощный сосуд с немощным сосудом с ними общаться тогда проповедь будет в действии вот на мой взгляд нет ты прав очень крайне тут не поспоришь что к этим людям надо сугубо любовь и внимание относиться просто некоторые не понимают что такое суть вообще сектанты или не сектанты я немножко тут разделяю религиозный фанатизм который может быть и в православии это когда там я буду только сухоедением не будучи в монастыре и тому подобное или же тут все-таки суть сектанты я хотел подчеркнуть в искажении истинное искажение священного писания допустим когда они признают крест допустим свидетели и головы то есть вот на этом хотел акцентировать не на лично лично каждый человек это образ и творение божие который мы должны принять полюбить если он грешит то грех осудить а не самого человека немножко вот в этих моментах тебя разделить я другого говорил я все-таки немножко те перебью почему потому что мы в начале не представились если кто-то из моей аудитории из моих подписчиков не знает это священник евгений подвысоцкий замечательный банюшка он занимается миссионерством сектоведением и тому подобное с матушкой надежда часто хорошие эфиры идет вот а я в двух словах не зову священник константин ну вот мы в одной епархии с батюшкой служим это вот для тех кто и вначале мы не представились чтобы немножко понимать кто с кем о чем идет речь бачка тебе слово знаешь по поводу креста то у нас есть такая секта тоталитарная секта на причисленных тоталитарным сектом общество сторожевой башни это официальное название неофициальное название простонародье свидетелей и горы но я скажу слава богу да господь миловал и деятельность этой секты на территории российской федерации она официально запрещена то есть все какие-то действия правом поле они запрещены и это секта она выдавлена из правого поля она как бы действует неофициально да может быть там есть люди они где-то собираются сами но официально они не могут там на законодательном уровне не могут зарегистрировать свою общину там пользоваться какими-то может быть привилегиями которыми могут пользоваться религиозные организации на территории рф и так далее и тому подобное вот и отличительной особенностью вот этой секты свидетелей бога является то что они не признают иисуса христа как бога это во первых и второе они отрицают крест то есть они говорят что иисус христос был распят на столбе они на кресте вот вот так вот так да но мы же можем принципе их им возразить во-первых господь приходит и в священном писании мы об этом читаем что посмотрите раны на руках и на ногах моих да то есть множественное число не один вот наруцы на руках распростертых апостол павел говорит что я рад тому что я наношу на себе крест на знамение христа моего то есть мы можно много потому климента иерусалимского книжка позже мы читаем о кресте почему получается вот такого на твой взгляд очень как как пелена как на зомби вот мне так сказали я так заучил и другого я слышать не хочу почему так если есть чуть-чуть буквально посмотреть дальше на раннехристианские символы которые в катакомбах находили и далее 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 то есть но много подтверждений того что господь был распят на кресте почему не признают дело в том что именно в богословии свидетелей и говы была разработана такая концепция именно перевода священного писания и оно было переведено специально неправильным образом так что слово ставро то есть ставрос крест греческое слово она вот именно было переведено как столб и нашлись какие-то там у них эксперты различные лингвисты какие-то их их члены их организации религиозной которые написали какие-то там брошюры по этому поводу и самое главное теперь заблуждение такое почему именно и считают что крест это столб именно кроется в этом неправильном переводе библии но я как бы я не классно скажу о том что я имею очень богатый опыт общения там со свидетелями и говыми или там с различными евангельскими христианами вот и что касается свидетелей и говых то по моему опыту не знаю может быть у кого-то другой был опыт лично у меня опыт такой что что-то доказывать им а с помощью священного писания это игра пустые ворота так скажем вот потому что на писании ну очень тяжело очень тяжело что-то им доказать объяснить но мы можем обратиться к литературе именно к литературе их организации которая издавалась так скажем мы у истоков этой религиозной организации вот и если мы обратим внимание на истоки этой организации то мы увидим все все сканы хранятся в интернете есть сайт очень хороший я всем рекомендую по-английски латинскими буквами иегова.ru это самый лучший сайт там собрано очень много материалов этот сайт антисектантский вот чтобы как отец константин так настороженно раз так взглянул сайта игова.ru нет там вот именно материалы которые против заблуждений против сектанства ну вот и очень много сканов хранятся дело в том что сам основатель этой организации чарльз тэйс рассел раньше был адвентистом седьмого дня вот адвентизм это такая ветвь которая относится к протестантизму и последователи адвентизма они признавали крест ну как как нормальный крест они признавали они признавали иисуса креста как бога они признавали троицу но там был ряд заблуждений по другим вопросам и первые журналы которые вот этим чарльзом тэйзом расселом с кружком его почитателей именно на них изображался крест что характерно так отец константин чуть-чуть подвисает не знаю у тебя или у меня не слышно тебя постоянно беспрерывно чуть слышно вроде постоянно чуть-чуть картинка подвисает иногда слышно слышно у меня вроде 4g друзья напишите как когда слышно видно подскажите ну мне отца евгения чуть-чуть он подвисает звук вроде зачастую все нормально напишите как вам слышно видно может быть перезапустите фирм отец евгений у нас немножко под может быть я тоже подвис как слышно видно скажите пожалуйста друзьям вас слышно тискать спасибо бойцы благодарю мы по отвечаем на ваши вопросы дорогие братья сестры я надеюсь мы успеем пишите свои вопросы по мере возможности мы по отвечу я вижу что сейчас бачка по 7 очки бог помощь спасибо свой дорогой рад видеть тебя тискать весь нет вроде мне 4g показывает вроде все хорошо честно говоря сейчас отец евгений подсоединиться сейчас попробую самому запрос дать как ваш пост проходит то слава богу нем еще болезнях проходил сейчас уже легче сейчас уже выкарабкался сейчас нужен более активно себя уже вести мероприятия в трудах каких-то но я думаю с божьей помощью все получится что бачка евгений вниз не подсоединяется а вот отец константин на чем я остановился просто там глюк какой-то а то мастера соли по тоже последнее что же я слышал что он тоже из протестантизма вышел но до до того как он вышел признавали они как бога протестанты на его только некоторые были свои канонические искажения да то есть мы видим что в самом истоке вот этой секты они признавали крест что характерно и я даже скажу что крест был у них такой как крест масонский корона и в ней такой крест такой как бы на бок такой повернуты вот и этот крест он довольно много фигурирует в ранних версиях журнала сторожевая башня исследование писания вот и самый интересный момент это первый президент чарльз тэйс рассел когда он умер на месте его захоронения был установлен памятник да был установлен памятник 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 виде пирамиды и на этой пирамиде в кружочке изображен этот крест и корона подвисаешь бачка чуть-чуть что-то с интернетом то ли у меня то ли у бачки я даже не знаю мне вроде 4g беспрерывно все нормально бачка подвисает давайте пока бачка немножко прогрузится я отвечу основной момент в чем духовная опасность я на мой взгляд по крайней мере то что когда ты начинаешь искажать истину о боге ты начинаешь уходить в темноту а в этой темноте уже легко заблудиться можно конечно даже я вам скажу через сектантство через инославия прийти к богу философ еще вызвали он сказал что природа по своей вернее философия по своей природе служанка христианству поэтому приводит ко христу может быть через какие-то ведомые неведомые пути можно прийти к госу через почту станции бачка ты на месте что-то у тебя с интернетом мне вроде 4g не знаю а у меня тоже 4g не знаю я не знаю у кого но если еще раз будет глючит тогда ушла тогда уж извиняйте да чтобы как бы не портить хорошо тика ну скажи самый главный вот момент уже мы поговорили о свидетеле губы но вот обычный человек наш тобой в том числе подписчик брат или сестра к нему подойдет тот или иной проповедник адепт вот как ему вести как ему отвечать не отвечает как вот ему правильно себя повести достойно православного христианина как бы ты посоветовал я бы посоветовал если человек тот которым ну то есть православный христианин которому подошли свидетели и говы там или какие-то иные сектанты и предложили ему побеседовать на ту или иную тему если этот христианин действительно хорошо знает писание и знает предание православной церкви и он уверен в себе своих знаний то тогда в принципе он может пообщаться но если этот человек не уверен как-то ну то я тогда рекомендую вежливо этим людям перенаправить их и сказать придите вон храм там к священнику или давайте вместе придем в храм если там может быть им как-то они может стесняются то помочь им так сказать встретиться с батюшкой возможно как-то контактами там обменяться или батюшки позвонили телефон дать вот так вот ну конечно это ну я думаю что батюшка любой батюшка любой священник он с удовольствием примет поговорит с любыми сектантами какие бы они ни были вот и надеюсь что может быть и направит скажет какие-то слова нужные я понял бачка но вот мы на кресте поговорили основных как момент и на славных поговорили самую скажем так которая ну нельзя сказать что назойливая потому что то что свидетели его выходили в этом тоже какой-то определенный плюс был для нас плане иногда я в такой бы походил а с другой стороны не навязывание леет в том числе потому что одно дело когда тебя пригласили когда тебя хотят слышать когда допустим я запустил эфиры и ко мне кто-то зашел и спрашивает это один вопрос а когда я стучусь а давайте поговорим боги а человек может быть не готов говорить о боге хотя тоже определенный плюс в этом есть скажи пожалуйста вот в интернете мы же говорим не только допустим о свидетелях голодом альхабардистах но есть же другие вероисповедания которые не только скажем так вербует стать допустим мусульманином есть же другая опасность когда этот это религиозная деноминация призывает стать бандитом мягко выражается как вот здесь сохранить свою душу не погубить других отец константин я правильно понял что ты имеешь ввиду именно о том что помимо различных сек есть еще какие-то там тоже движения а с которым можем с которой может человек вольно-невольно столкнуться будучи в интернет серфинге так скажем вот я знаете небольшой списочек сделал как бы давно уже и общаясь с молодежью я всегда этот списочек привожу как бы комментирую его потому что сейчас в интернете всякой гадости полно и сожалению к сожалению на родительских собраниях на общешкольных родительских собраниях учителя не рассказывают об этом родителям о том что на самом-то деле детей ждет очень много опасности поджидает в интернете с которыми они могут столкнуться вот я небольшую такую привел для себя списочек вот я сейчас пройдусь быстренько по этому списочку и пару слов пару комментариев дам как бы этот списочек далеко не полный потому что если посидеть поработать еще посоветоваться потому что моего опыта его недостаточно допустим взять опытом нескольких священников там или еще кого-то то я думаю что этот списочек можно расширить но так то что мне попалось первое так скажем на ум то я и записал первое это вот приведу такой пример первое значит это терроризм даже скажем так ваххабизм да мы должны быть корректными ислам которую на территории российской федерации он не проповедует там призывы к убийству там или счет чего такого этого в исламе нету поэтому будем сразу говорить то что люди которые призывают к убийству это не мусульмане вот это террористы так скажем это шайтаны как назвал их рамзан ахматович кадыров вот и такой пример у меня супруга матушка надежда была преподавателем гейски вот было почему была потому что она уволилась уже она не преподает была преподавателем в гейски и такая ситуация значит родители узнают родители славянская семья славяне вот русские не русские я не знаю но в общем славяне узнают о том что у них девочка и дочь в один прекрасный день говорит папа мама я принимаю там ислам так скажем не ислама терроризм ваххабизм или что что такое вот я принимаю то есть я принимаю славу все и родители просто в шоке они не могли понять почему так произошло у них не было никаких там контактов с какими-то представителями тех или иных каких-то религиозных конфессий и так далее и тому подобное но оказывается вот в интернете находятся люди которые осуществляют вербовку молодых людей в террористические ряды для чего это нужно ну во первых если это мальчики допустим да или юноша мужчины которых завлекают в ряды террористов то они понятно становятся членами каких-то террористических организаций вот где кстати тоже там предлагаются там и зарплаты платятся и все остальное вот что касается девушек молодых то они отправляются туда для услады вот этих солдат вот там их таскают все все подряд в конце концов девушка когда теряет свою форму когда она уже становится как бы ну уже так скажем затасканной простите за сленг вот то ей последняя участь это обвешать ее поясом смертника там гранатами и отправить там или на машине куда-то что-то подорвать или так просто устроить какой-то террористический акт где-либо вот второе что нас может поджидать еще в сети интернет это такое движение как синие киты может быть слышали уже на дисконстантин уже стоит сто процентов вот это своеобразный такой квест в который участником которого может стать абсолютно каждый молодой человек даже в принципе не зная об этом ему просто информирует в один прекрасный момент добро пожаловать в игру смсочка приходит к нему ты уже попал в эту игру и говорят ему делать те или иные действия если он не будет это делать будет отказываться то у него ему могут угрожать чем-либо ну вот и молодые люди у которых не окрепшая психика у которых отсутствует духовно-нравственный стержень которые так скажем не имеют четкого воли изъявления своих действий они очень легко поддаются подчиняются становятся ведомыми и исполняют все предписания которым которые им выдаются по инструкции вот и мы знаем что вот это вот синие киты вот это движение там много разных названий сейчас как бы ну все начиналось такое самое яркое было это синие киты все заканчивалось тем то что ребенка подталкивали к суициду третье это пропаганда садами я не буду говорить аббревиатуры потому что за это инстаграм банит у нас инстаграм он садомиты там сидят у власти этого инстаграма поэтому я не буду называть буквы аббревиатура с четырех букв там куда входят всякие разные там которые пришили себе или отрезали что-то вот к сожалению к сожалению очень яркая такая идет сейчас это даже нарастает вот я сейчас нахожусь в социальной сети тик ток зарегистрировался и там вообще прям еще хуже даже чем вот всех остальных социальных сетях это прям еще хуже я думаю что еще будут какие-то социальные сети где будет деградация все больше и больше идти и пропаганда ладно если только социальные сети понятно что там полное развлечение я не так давно перед постом когда поехал думаю с детками съездил кинотеатр на мультик так там просто даже в мультике не сильно напрягая с логикой можно было понять что мишки друг друга любят и это будет все хорошо и тому подобное ну я даже мультики его называть чтобы лишний раз любопытство что только из-за этого не вызвать то есть даже мультиков с него так вот диснеевских это так вот пропагендируется я вот еще подмечу такой момент интересный я думаю каждый вот я призываю сейчас каждого то что скажу вы внимательно послушайте и вспомните встречали ли вы это или нет если вы согласны напишите в комментарии а именно мы когда смотрим фильмы там в девяностых смотрели в двухтысячных смотрели различные фильмы телесериалы по телевизору в основном зарубежные какой был образ садомита это был хороший парень он он это самое интересное что никогда не было садомита какого-то отрицательного героя всегда это какой-то положительный герой это такой друг семьи там душа компании там нормальный парень такой который всегда поможет поймет там выслушает вот такой образ садомита все время рисовался вот западных фильмах вот и к сожалению вот сейчас вот уже в открытую меня удивляет дети дети совсем малые которые там по 15 лет по 14 начинают писать своих профилях там тик токе там флаг там радуга и так далее и тому подобное вот я просто в шоке и диву даюсь от того куда родители смотрят этих детей почему в школах об этом не говорят это мне просто честно говоря у меня сердце кровью обливается дальше в интернете можно еще встретить юные проходить надоело же ходить сюда прошу прощения да значит технический момент вот такой момент когда какие-то взрослые дяди смотрят на ребят которым там по 14 по 15 лет или на девочек такого же возраста заходят к ним соцсети смотрят чем они живут чем они занимаются начинают им что-то писать пытаться познакомиться и так далее и тому подобное вот то есть педофилия это очень опасная сейчас вот бич современности почему потому что если раньше маньяк не знал о своей жертве практически ничего и он где-то выслеживал там смотрел то сейчас он знает все свои жертвы потенциально потому что это жертва сама все выкладывает в интернете сама все пишет и вот он может сам как бы посмотреть даже написать познакомиться вот и я скажу что девочки знакомиться со взрослыми мужиками я просто тоже это как бы опять же стоит на это обратить внимание и детям провести такой ликбез по этой теме объяснить им что со взрослыми там мужчинами или женщинами незнакомыми ничего общего никаких знакомств и разговоров быть не может тоже такой момент на котором хочу обратить внимание это псевдопатриотизм псевдопатриотизм сейчас очень модно очень модно когда находятся такие люди которые говорят вот мы мы за то что мы за спорт мы за чистоту славянской нации мы за чистоту славянской веры мы там славянское 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 и славянское вот в конце концов такие люди в основном становятся когда мы узнаем о них то оказывается что эти Эти люди принадлежат к псевдопатриотическим организациям, псевдорелигиозным организациям, псевдославянским организациям, которые называют себя неоязычеством. Нео я чуть-чуть поясню сразу. Это современные язычники, которые кардинально порой отличаются от древних язычников, которые новые диалоги уже приобрели себе, сделали. Самое интересное, я как любитель сектовидения, я изучал лично этот вопрос, смотрел, и все-таки я узнал, что на территории Российской Федерации есть настоящие язычники. Я когда вступал в разговор с этими ребятами, которые там за все славянское, так скажем, я говорил, ребята, вы не язычники. Настоящее язычество, оно имеет в себе преемственность. Оно имеет преемственность, так скажем, какую-то эзотерическую преемственность, таинственную какую-то, и какую-то преемственность физическую. И эта преемственность, она хорошо сохранена у народов Якутии, у народов, ну, у этих северных народов, которые являются там, ну, следуют там шаманизму. Вот, и так далее, и тому подобное. Они сохранили это от своих предков. Они настоящие язычники. А не вот это, в яркой обвертке, там, прыжки через костры, какие-то там фесты, фестивали. Вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому я не могу назвать это язычным. Это реконструкция какая-то, сказка и реконструкция. Вот, поэтому мы должны хорошо это понимать и не позволить каким-то людям с улицы своим детям голову запудрить тем, что они якобы вот все славянское. Я задал вопрос, вот, мне люди эти говорят, мы за почитание предков, вы предали веру предков, вы там еврейского бога верите, вы там за евреями, вы продали Русь, а мы за предков. Я говорю, подождите, ребята, такой вопрос. Вот у нас великие полководцы России, Руси, такие как, там, Александр Невский, там, да, возьмем, там, Суворов, Дмитрий Донской, Илья Муромец и так далее, и тому подобное. Все эти люди, они шли, так скажем, они шли с иконы Иисуса Христа, они шли с молитвой на устах, и они шли воевать за русскую землю, за русский народ. И если вы не почитаете этих предков, так кого же вы почитаете, ребята? Тут я еще хочу сказать о том, что есть такой момент именно политический. Дело в том, что для того, чтобы уничтожить нашу страну, нужно разделить народ, нужно разделить, так скажем, идею, идею. И враг рода человеческого пытается по-разному зайти, чтобы разделить наш народ, уничтожить государство. Уничтожить государство не получается. Что делать? Но давайте зайдем через религию, давайте зайдем через церковь, через русскую православную церковь, давайте ударим по патриарху, устроим кампанию против него, давайте устроим кампанию, давайте, значит, скажем, то, что там это все там еврейское, вот придумаем, вот есть славянское. Наврем, глупо наврем. Поэтому мы должны знать, кто наши предки, кто воевал за нашу страну, за наш народ. И всяких мошенников, шарлатанов выводить на чистую воду. Далее. Ходченька, прости, что перебиваем, люди просят поотвечать на вопросы, у нас 20 минут остается. Я один комментарий сделал по поводу патриарха, я недавно порадовался, наверняка ты тоже видел в интернете, порадовался за имама России. Когда он пришел в один из дорогостоящих ювелирных магазинов и покупал там одно украшение. И пока он покупал это украшение, ему еще некоторые посетители того заведения еще хотели некоторые золотые украшения подарить. А почему порадовался? Потому что на него нормально отреагировали, что он может прийти и купить дорогое украшение. Вот я вот думаю, если бы патриарх пришел бы покупать дорогое золотое украшение, порадовались бы за него, стали бы ему что-нибудь предлагать дарить. Это момент все-таки нашего человеческого отношения. А вот почему батюшка сейчас все это перечислял, чтобы кто только зашел или не понимает о чем речь. Батюшка говорит о безопасности сети интернет. В разных интерпретациях, религиозных, псевдопатриотических и тому подобное. На что мы должны большой делать акцент более старшего поколения. Потому что быстро все это развивается. В разных названиях, в разных картинках. Но суть порой одна. Отвести от Бога и погубить и душу, и вообще жизнь человека. Батюшка, ну что, давай чуть-чуть поотвечаем. Потому что у нас времени не так много. Вопросы уже начали, я просто смотрю. Когда же вы начнете отвечать на вопросы? А я думаю, мы можем просто не успеть. Так, у меня что-то на низ. Так. Давай только за коронавирус, не будем трогать. А то мы еще один эфир сейчас перезапустим. По-моему, уже все и так сказано. За него сейчас я мотаю вниз. Ты тоже можешь, в принципе, полистать. Да, опять все. Ну почему-то мотаю, мотаю, потом... Так, ладно. Боящихся паспортов и прочих документов. Православие это секта? Нет. Ну, если человек не боится какого-то паспорта, значит он не верит Богу. Я не знаю. В советское время было с пятиконечной звездой паспорта, и ничего страшного не было. Сегодня все православные остались. Есть ли еще безумцы, которые не принимают ИНН, паспорта связаны с этим? Люди просто безумны. С праздника, с праздником. Сейчас. Так. Я бы не радовался, что запретили сидеть лягов. Они хоть и секта, но запрещать их было глупо. Это произвол, который может коснуться и православной церкви. Батюшка, ты согласен с этим? Я считаю, что если захотят закрыть православную церковь, то тут свидетели ляговы ни при чем всегда найдется повод, как это было в советские времена. Для расстрела священников всегда находился повод. А я считаю, что это закрытие этой секты, это очень хорошо. Давно пора было. Так. Отец Евгений, у тебя конкретно вопрос. Скажите, пожалуйста, евангелисты принимают тело и кровь Христова и Иисуса Христа? Дело в том, что евангелисты сами говорят о том, что они принимают символы. Поэтому я скажу, что они не принимают тело и кровь Христа. Они принимают символы. Символ тела и символ крови. В то время как православные христиане принимают тело и кровь Христа, настоящее тело и настоящая кровь, которая подается под видом хлеба и вина. Что касается евангелистов, это символы. Это они сами так учат. Это не я. все сейчас очень кая полистаю потому что у меня она слетает постоянно на самый низ так добрый вечер как вы как вы своевременный и дружите с интернетом слышали вы про канал омут на ю тубе у меня очень хороший друг на него подписался я честно говоря не слышал у меня сумму там плохие ассоциации что там водится всяк я не знаю не могу ничего прокомментируй батюшка если можешь прокомментирую но я ничего не знаю не знаю так за полтора года уже на изучал так уже на изучить знает псалом и тратит по я ящичку церковных свечей церковь жарит соль молитвы не очень интересно ваше мнение ну давай я очень как двух словах в общем человек вы изучает палтыри начинает жарить соль там сугубо ну тут должна быть благоразумие то что ваш знакомый это делает это уже определенный фанатизм порекомендуйте ему просто пообщаться нормальным священником который им объяснит где правильно где неправильно мужчина очень обидчивая как реагировать на обиды очень когда тебе мачка скажет так ты пипи пип как-то реагируешь на нее вы сдачу дать шучу конечно я я скажу словами значит святейший патриарх сербский павел царство небесное такой был хороший патриарх очень хороший я думаю быть может господь его прославит когда нибудь вот ну либо при нас либо после нас но мне так кажется вот он сказал такие замечательные слова человека никто никогда не способен оскорбить в этом мире и обидит человека если он сам себя не обидит если он сам не обидится поэтому вы должны помнить о том что никто вас никогда ничем не способен не огорчить и не обидеть если вы сами ваше эго не обидится на этого человека христа как обижали он не обиделся, вот и вам тоже рекомендую не обижаться. Потому что мы должны за собой смотреть, за своей душой, за ее порывами, как она себя ведет. Никто нас не может обидеть, пока мы сами себя не обидим. Как обижали там Пантелеймона, как Екатерину, мученицу, великомученицу обижали, как их там куски им отрывали, они не обиделись. Потому что они были твердым духом. Поэтому я так скажу, перенесение обид, это тоже крест христианский. И если мы научимся его нести со смирением и с мужеством, то Господь нам даст маленький наш венец, который мы заслуживаем. Или не заслуживаем. Тут, если батюшка, позволишь, буквально слово и следующий вопрос. Я думаю, что тут, если это Богу угодно, то можно провести смирение. А если это уже просто глумление, вытирание ног, а человек на фоне этого еще больше в своей гордыне и каких-то других грехах возрастает, то здесь иногда нужно защитить свою честь и достоинство. Потому что просто хамство тоже иногда надо пресекать. потому что надо иметь благоразумие, смиренно мудрее. Не просто смиренно забиться в угол и ждать, пока будет добивать, а все-таки с мудростью смотреть, угодно ли это Богу, спасительно для души. Я думаю, здесь это очень важный момент. Потому что, если бы мы только смирялись, то когда пришел бы там хан, вернее, немцы на ледовое побоище, да, Александр Невский сказал бы, да, да, пусть, ладно, пусть вырезают нас. Но тем не менее, он сказал, кто с мечом нам придет, тот мяча и погибнет. То есть нужно тут смотреть, погибнет ли твоя душа, или все-таки нужно тоже проявить благоразумие. Как, батюшка, считаешь? Я считаю так, что кто может вместить, тот да вместит. У каждого своя мера, и дело в том, что Христос не будет нас на страшном суде осуждать, не будет нас судить, не будет с нас спрашивать, дали ли мы сдачу, или не дали. Может быть, кто-то терпел, терпел, со смирением смирился, Господь даст ему венец. Кто-то терпел, сколько надо, дал сдачу, Господь тоже ему даст венец. Моисей, ой, да, Моисей тоже дал сдачу фараону и стал святым. Моисей, вот такой вопрос. У меня опять вниз улетает, поэтому я уже внизу буду читать. Скажите, пожалуйста, разве Бог не один? Зачем разделять людей на массу и религии? Можно, да, ответить? Да, 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 отвечаю. Я поищу пока. Дело в том, что, ну, советские люди, кто сейчас смотрит, да, может быть, помнят, такая была, ну, я сам, как бы, я родился в Советском Союзе, но рос я уже в России. Но все-таки я помню, такая вот была, такие вот воодушевительные, пионерские, ну, не знаю, выкрики или слоганы. Когда мы едины, мы непобедимы. Единство бывает между кем-то и кем-то. Когда говорят, там, допустим, представители, там, одной религии, не буду называть, говорят, Бог един или нет, там, типа. Вот. Я говорю, Бог един, да. Бог един, и это Святая Троица. Единство между Святой Троицей, между Отцом, Сыном и Святым Духом. Когда они едины, они непобедимы. Вот. Поэтому Бог един, аминь. Это Святая Троица. Спасибо, Господи, согласен. Отвечу на вопрос, который опять продублировали, про всякие соли, псалтыри. Я, примерно, забрался, о чем речь идет. Человек боится всяких колдунов, рожей и тому подобное. И он заготавливает, соль жарит, молитвы специальные выучивает. Понимаете, тут вопрос в чем? Если человек исповедоваться, причащается, то хоть колу на голове тиши. Ему не страшно, он с Богом. А когда он живет безбожно, он и будет этого бояться, и это будет липнуть к нему, и ты хоть все повыучивай, все равно лукавый будет постоянно душу вытерзать. Поэтому, что вашему другу порекомендовать? Можно, конечно, читать о воскресной блоке по кипрянам участини, молиться, но это вторично, а первично это искать причастие. Другого выше ничего значимого нет, как соединиться со Господом. А с Богом ничего нет, не страшно, потому что он наполняет твою пустоту. А когда есть пустота, тогда ты боишься. А когда нет пустоты, ты с Богом. А чего бояться, яко с нами Бог. Пропущу завтра чин пассии, приболел. Можно ли читать о кафе с страстям Христовым дома? Отвечай. Я думаю, можно, почему бы и нет. Мы молимся, Господь заповедовал, молиться всегда и везде. Да. Вообще о кафе... Только самое главное, чтобы мы не пристрастились к этой домашней молитве и не забыли храм. Вообще акафист, это в первую очередь для домашней молитвы. Просто, что акафист с страстям Христовым, это специфика именно поста, что это с таким чином служится на вечернем богослужии. Батюшка, с праздника, спасибо Господь. Завтра в честь праздника можно кальмары кушать? А что, их нельзя было есть, что ли? Можно и сегодня кушать. Морепродукты в поздно разрешаются. Там рыба, из-за того, что там она мозговая. А морепродукты, по-моему, вообще проблем не было. Так, сегодня... Сейчас, секунду. Сегодня очень хотела на всеношную. Родители не пустили. Мне 18. Завтра на литургию тоже не пускают. Из-за вируса. Что мне делать? Слушаться? Ну, знаете, я... Не знаю, батюшка, может, ты меня поправишь? Я думаю, что иногда нужно родителям уступать. Ведь они хоть и из-за страха, маловерия, но иногда надо им пойти навстречу. Как минимум, вы завтра, к примеру, не идёте, говорите, я проявляю послушание, я не иду. Ну вот, потом вы как минимум созваниваете со своими, кто, прихожане, и любопытствует, было много людей, нет. И говорите, вот смотрите, я не пошла, людей было нормально, никаких опасностей. Пожалуйста, я провел послушание, в следующее богослужение я хочу пойти. Потому что мне духовно это нужно. И тогда вы и родителям послушание проявили, и уже их успокоили, что нет никакой опасности. Иногда просто родители не религиозно думают, а чисто по-человечески. Согласен, батюшка? Да. Так, здравствуйте, помогите, пожалуйста, понять, как правильно с супругом жить в одной комнате или в разных. Правильно, как правильно с супругом жить. Может, относительно поста? Я вообще не вижу проблемы. Супруги, если бы малая церковь, единое тело, я вообще проблемы не вижу. Если бы да, ученька, давайте. Ну, значит, смотрите, я вам рекомендую вот дом у вас или квартира посередине сделать стенку прорубить отдельно через окно вход и жить отдельно. А когда будет Пасха, то вы встретитесь вместе, чтобы стукнуться яйцами. Пачкаю, Борис. если серьезно, все интимные отношения, они могут быть воздержаны по обоюдному согласию, по словам апостола Павла. Все остальное, если есть необходимость, то нужно и близким быть, чтобы не было греха какого-то измены и тому подобное. Все воздержания только по обоюдному согласию, а жить надо всегда вместе по той комнате. Так, как понять, что угодно Господу Богу? Батюшка, ну ты как думаешь? Я пока посмотрю, сколько у нас там времени хоть осталось. Времени. Господу Богу угодно, если человек пытается жить по заповедям, которые дал Господь Бог человеку, и пытается идти Божьими путями, стезями правды, прямыми стезями. Как сказал Иоанн Креститель в пустыне, он сказал, сделайте прямыми дороги для Господа в своем сердце. Вот это истинный путь ко спасению. Это богоугодный путь. Ледовое побоище и Невске это разные битвы, точно. Я уже все в одну кучу у меня. Ну, по крайней мере, поняли, о чем я говорю. Так, интересно, что делать в этом случае человеку с батюшкой говорить. Все опять о соли и тому подобное. Давайте в следующий раз пораньше на вопросы начнете отвечать. Гораздо интереснее. Слушаем и повинуемся. Так, не можем найти крестного отца. Можно ли покрестить малышку без него? Можно одного достаточно человека, так сказать, преемника достаточно одного. Либо мужчина, либо женщина. Разницы не имеет. Так, батюшка, ну, в принципе, у нас сейчас две секунды остается три минуты до конца эфира. там достаточно тоже много было вопросов. Может быть, в следующий раз мы с тобой раньше чуть-чуть начнем отвечать на вопросы. Но, тем не менее, основная суть, что мы сегодня с тобой хотели пообщаться, это духовная безопасность. Это духовное благоразумие, чтобы не отойти от Господа. Потому что лукавый не дремлет, все что угодно он, вернее, что угодно может отвести, через власть, через деньги, женщин, секты и тому подобное. Инструментов много. Самое главное помнить, лучше ли будет тебе, когда ты отойдешь? Или все-таки лучше с Богом? Это вот суть основная, о чем мы хотели сегодня, наверное, с батюшкой сказать. А батюшка более подчеркнул какие-то основные точки, на которые нужно обратить внимание. Так, что у нас тут? Две минутки. Вот тут еще выскочил вопросик у нас. Так, да, они говорят, что туда все ходят и больше, и все, как же жить без причастия? Меня никто не слушает, не понимает. Говорят, дома тоже можно молиться, помолиться, но ведь только в храме таинства. Да, вы правы. Ну, призывать, убеждать, что вы не фанатичка. Самое страшное для родителей, когда они переживают, что вы фанатичка и уйдете в монастырь и бросите, вот основной страх родителей. Показывать, что вы из храма приходите радостный, не загруженный, потому что иногда приходят, как мне одна соседка пишет, вот соседка приходит после храма и все, антихрист, ад, я говорю, может она не в тот храм ходит, может она не для того ходит, поэтому, естественно, ваши родители должны увидеть ваше доброе преображение, а не опасность, которая в том, что вы ходите. Так, спасибо за эфир. Так, я предлагаю ответить на вопросы по теме про сектанство. Мы уже, к сожалению, не успеем, сейчас уже заканчивается. Можно ли крестить малыша без крестных? Ну, если батюшка согласится быть крестным, тогда и без крестных можно, но крестный обязательно должен быть. Так, все, отчет пошел 20 секунд. Котенька, я благодарю тебя за эфир, я думаю, мы не последнее чего как-то сделаем. Тебе, дай Бог, здоровья твоим подписчикам. 10 секунд твое слово. 10 секунд. С Богом, целую, обнимаю, кланяюсь. Простите. Краткость, сестра таланта. Аминь. Аминь. Аминь.